Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дерутся в львиные битвы с Шерландо Ленге. Тренируемся, в начале станем чемпионом. Продолжается у нас второй отборочный этап львиные битвы. И в красный угол клетки выйдет Али Джорайев. Боец из России, 18 лет парню, 61 килограмм, 177 сантиметров ростов. Парсональный дебют. В синий угол того, приглашает велосоперник из Кузьмедистана. Встречайте! Исматул Воряев! Встречайте! Саданый гнатый бекой бурчактай, Исма дулой не в шокрух, Удик стол, арасио, кстати, момент. Зельякем, и гим мучоешь, Олд, миш, куч, киба гран. Вот это еще рух мой друг, скоро у него бой, он готов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Соперником Олега Жураева станет Шахруха Смотулуев, боец из Узбекистана 23 года ему, 63 килограмма вес, 170 сантиметров рост Также профессиональный дебют Ну, Олег Жураев, конечно, совсем молодой парень, 18 лет ему, но вы знаете, уже в таком возрасте сейчас Бойцы показывают очень высокий уровень Видимо, последнее приготовление к выходу в клетку Шахруха Смотулуева Абсолютно спокойно, он сосредоточен и заряжен на бой Он из Красного Упла, он из России, его возраст 18 лет, вес 61 килограмм, рост 177 сантиметров Это его дебют Встречайте! Джураев Ауали! А его сопер? Боец из Узбекистана, из города Саариосие Его возраст 23 года, вес 63 килограмма, рост до 70 сантиметров Также его дебют Встречайте! Исмотулуев Шахрух! Рефери в октагоне Владимир Балава Боец из Узбекистана, пожилые руки Внимательно слушаем мои команды, право нарушаем головой, локтем, головой не бьем вообще Затылок, позвоночник, пах не бьем Заседку качать фишок, то не хватает Внимательно, в партере допускается работать в течение 30 секунд Работает в голову только руками Даже красиво Ну что ж, рассчитываем на красивый бой Али Джураев, Россия против Шахруха Исмотулуев, Узбекистан Львиная битва, второй этап Боец готов, судья, судья, время, первый раунд, бой! И начинается первый раунд, так быстренько в центр октагона вылетел Али Джураев Пытается развергать своего оппонента, мощный лоу-кик Еще один лоу-кик и старается его сейчас поджать в клетку Шахрух, но нарывается на проход ноги, на красивый бросок, прихватывает шею Вырывается с гильотина Али Снова Шахрух пытается выйти на гильотину, снова это ему не удается Напомню, что всего 30 секунд в партере отведено Поэтому действия очень активные у нас Улучшает свою позицию Али Джураев Пытается пройти в маунт, это ему опять удается Наносит низко-мощных ударов, захватывает со спины своего оппонента Тому нужно только перетерпеть И нет, сдается Да, вот он, а я говорил, 18 лет парню, но... Хорошо борется И финишировал своего оппонента досрочно, прям стремительно Али Джураев, дорогие друзья Возможно, это мы увидели для будущей мировой звезды первый шаг Итак, в этом бою за 45 секунд победу одержал боец из красного плана, Джураев Али, Россия Поздравляем его с этой победой Шахрух Моя зима гем, сара зима, не маять мады бойги, не мучу юнику заходитесь Кстати, Шахрух, я видел на самом деле, что ты выходил в футболке в фиаса бокса в Санкт-Петербурге Я так понимаю, что ты боксер, да, База? Да, да Вот, поэтому изнутушили Но, блядь, желаю тебе, чтобы ты потянул борьбу Будем рады видеть тебя снова Вот, ну что, Али, блядь, я тебя поздравляю Уверенная победа Ты знал, что он боксер? Сам боксер Сам боксер? Два боксера Ну ты все-таки по борьбе лучше Ну что, делись своими эмоциями Всем слава в алейкум Кто болел, мой отец, мои братья Так же клуб Нурсай Спасибо До стану, рай Слава в алейкум всем Следующий бой, вот я боюсь актером еще раз В чем это вопрос, как тебе бои? Нравится? Слушай, мощно, дерзко, уверенно А самое главное, мне нравится, вот, именно В поп-ммм, то, что здесь дается возможность Простым пацанам, которые вот работают, учатся, да Где-то есть время свободно, тренируются Вот, дать себя проявить на большой аудитории Показать всем, рассказать о себе Это реально очень круто Я это очень поощряю Вот, но и так же рекомендую Пробойцам обратить внимание на сегмент поп-ммм Больше общаться, больше, так сказать Делать шоу, как тут всегда у нас было Вот, согласен с тобой полностью Мы тоже создали эту лигу, чтобы молодые парни Начали себя в этом спорте И, ну, поднялся, так скажем Да, вот, а если, дорогой зритель, ты сейчас смотришь это Обязательно пиши нам в инстаграм Наш плащ-медиа обязательно себе организует бой Главное, это должно быть дерзко, уверенно и круто То есть, выучите тургам очень, что выгодно И все должны знать, что есть И все должны знать, что Если едет машина с азербайджальными номерами Она должна быть куплена в Майвэе Ну что, дорогие друзья, мы с вами двигаемся дальше и в синем уголах нагона я хочу пригласить бойца из Таджикистана. Встречайте, Мухаммад Розоков! Мухаммад Розоков, Таджикистана, Игорь Мапеш, Йош, Охмич, едет 3 килограмм. Ну и еще один международный форий на проекте «Эльминая петла». Мухаммад Розоков из Таджикистана, 25 лет ему, 267 килограмм, 168 метров рост. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день, меня зовут Имам, мне 21 год. До этого занимался боксом, лет 10, можно сказать, мастер спорта по боксу. Вдруг позвал мне подраться на эти соревнования, и я принял участие в этом. ММА полгодика, может, годик. У меня много друзей с моего города Каспийска, и мне как-то внутри Йоколова, что же сказать, и решил подраться. Планы на бой? Разбирать стойки, да, что я умею, с чего у меня получается больше всего, вот и все. Разбирать стойки больше ничего. О сопернике, честно говоря, не знаю, даже не узнавал. Я просто буду ходить, проверю себя, проверю свои возможности, на что я способен. На будущее здоровый образ жизни вести и заниматься спортом. Дальше продолжать в своем направлении, и если будут соревнования, если будут подтягивать, драться, будут драться по ММА. Да, конечно, хочу стать профессионалом своего дела. Красивый нокаут, больше ничего. Хотел бы сказать спасибо Александру Николаевичу за то, что оказывает поддержку, что принимает очень тепло. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо. Ну и видим моего соперника, Имам Бабаханов, из России, город Каскист. 21 год, 66 килограммов, рост 182 сантиметра. Оба парня депутанты, но я думаю, что они недалеко не мовички в единоборствах. Итак, представляю вам борцов сегодняшней паре. Слева от меня боец из красного угла, представляет город, представляет республика Таджикистан. Его возраст 25 лет, вес 67 килограмм, рост 168 сантиметров. Это его дебют. Встречайте, Мухаммад Розокки. Его соперником станет боец из России, из города Касписть. Его возраст 21 год, вес 66 килограмм, рост 162 сантиметров. Это его дебют. Он представляет команду Орлов Тим и тренируется под руководством тренера Юнуса. Бабаханов, Имам! Реферим в окнатоле Владимир Павловак. Бойцы, мы встречаем. Пожалуйста, руки. Внимательно слушаем мои команды, права не нарушаем. Головой и локтем, голову не бьем вообще. Затылок, позвоночник, пах не бьем. Заседные колчатки шортные, охлаждаем. Бартер запускается работать в течение 30 секунд. Бартери работаем, голову только руками. Покажите. Удачи, парни. Итак, сейчас у нас начнется бой между Мухаммадом Розокеем из Таджикистана и Бабахановым Имамом из России. Судья, судья, первый раунд. Бой! И начинается у нас поединок. Приветствуют друг друга спортсмена. Сразу же мощными лоу-киками и размашистая техника ударно идет вперед. Боя из Таджикистана, но Имам его встречает. Еще один мощный внутренний лоу. Хорошие активные действия Мухаммад предпринимал в начале боя. Мощный мидл, но по защите Имам уходит. Мы видим, что Бабаханов спокойненько, спокойненько на все это реагирует. Все он видит, а все уходит. Проходит мощный удар. И прихватывает сейчас шею. Мухаммад дается Имаму мощный бросок. Шею надо освобождать сейчас. Сбоку задушить на гильотину практически невозможно. Имам старается сейчас сбоку держаться, чтобы не шел удушающий. Он сейчас забьется. Налево, находи, ищи туда обратно. Сейчас 30 секунд закончится. Все, поднимает Владимир Вала в стойку. Ну вот удалась хорошая атака Мухаммаду. Опять в лоу. Хорошим ударом встречает он своего оппонента. Очень точно сейчас в стойке Розокий. Призывают из угла Мухаммада отсушивать ноги своему оппоненту. Да, лукики проходят, лукики жесткие. Переключился на корпус. Вот снова в атаку пытался пройти боец из Таджикистана. Ждет, ждет его Имам. Ждет, когда тот войдет в клинч. Мухаммад кружит вокруг своего оппонента. Ух, зарядил. Попытка пробить Ушру в печень. Ну вот Имам пока же сам в атаку не идет. Все ждет, когда же кинется на него Мухаммад. А то ищет, ищет момент для нанесения еще одного мощного удара. Ждет, когда же соперник потеряет бительность. Еще один удар по корпусу. Странно, что Бабаханов сам не старается атаковать. Он все время ждет, все время выжидает. Ну вот дождался еще одного мощного внутреннего лоу. Сам попытался сейчас с ноги в голову пробить, но как-то не донес удар. И раунд кончился. Какие-то нюансы новые вносит в рисунок. И второй раунд нас ждет. Мухаммад сразу же идет вперед. Пытается он загнать своего оппонента. Пытается, пытается сейчас на размин ударами вызвать его Мухаммад, своего оппонента. Но удается пока Имаму уходить от таких разменов. И пытается он включить в дело удары ногами. Еще один опыт каушеру в печень. Фронт кик. Техническая пауза. Да, здесь надо вытереть покрышку. Очень скользко. А когда бой идет на таких скоростях, это может быть фатально. Если кто-то один из бойцов подскользнется. Так, сейчас бой у нас будет продолжен. Мухаммад Розоки из Таджикистана против Имама Бабаханова, представляющего Россию. Мощнейший удар обрушит на своего оппонента. Мухаммад сбивает его. Но Имам каким-то чудом просто выживает. Встает, пытается бороться. И даже проводит бросок мощнейший. Ну, такая двойка влетела. Казалось, что все, Имам в нокаут улетает. Нет. Сумел переключиться. Пытается сейчас удержать партери своего неуступчивого оппонента. Прихватывает шею. И идет на удушающую. Ой, как попался сейчас Мухаммад. Неприятно. Все издается. Ё-моё. Вот этот бой, дорогие друзья. Казалось, что Имам Бабаханов уже практически в нокауте. Ну, просто невероятный какой-то вот проявил живучесть, невероятную силу воли. Сумел перехватить своего соперника. Бросил его. И задушил. Причем задушил практически наглухо. Тут еле успел постучать. И все. И уже засыпал. Вот такие дела, дорогие друзья. Вот это действительно неожиданный. Ну, по исходам первого раунда, скажем так, неожиданный исход. Усыпил бдительность своего оппонента, Имам Бабаханов. Сумел совершить прям камбэк. Отличный. И победил. Победил очень крутого бойца. Мухаммад Розокий показал, что он очень силен действительно. Очень жесткий боец. Боец, который может уронить много кого. И уронил он, и Мама. А Имам взял и выиграл. Ну, это, конечно, просто, дорогие друзья. Это чудо. Победу одерживает боец Исиньонова. Поздравляем, Имам Бабаханова. Хороший камбэк. Непростая победа. Благодарим Мухаммада Розокия за отличный бой. Вот один из лучших боев сегодняшнего вечера, дорогие друзья. И по интриге прямо, наверное, лучший. Пожди, подожди. Пару слов тебе. Был тяжелый бой, непростой. Расскажи. Слава Богу, всем. Собрался. И кто меня поддерживал, спасибо. Ну, был хороший, но что я могу сказать? Пускай побеждает сильнейший. Но будем пытаться еще раз проходить. Ну, еще себя проверять тут. Спасибо за поддержку. Тебе спасибо, Бойл. Следите, наблюдай за тобой. И вам. Расскажи о сопернике. Расскажи про все вообще. Всем сааму алейкум, добрый день. Первый бой мой, честно говоря, очень тяжело. Непривык, непочувствовал ринг. Мы, честно говоря, после болезни еще. Болезни еще, плохо за честом. Хочу эту победу посетить своему отцу, любимому. Без него я не буду, тем, кем я являюсь сейчас. Второе. Хочу поблагодарить заслуженного тренера России. Заслуженного мастера спорта России. Хаила Руслан Собиревича. Все, что у меня есть, это он дал. Хочу передать всем сааму алейкум Касбийским. Всем Касбийским старшим братьям, младшим братьям. Как говорится, сутки наши. Отлично. Ну что, мы двигаемся дальше. Хочу здесь сказать тебе. Самый мощный колбаса. Наши спонсоры. Лазадфуд. Лазадфуд. Блин. Они халярные. Я так люблю есть. А колбасы, так это вообще. Друзья, хакатанам, халол, мощный колбаса, лазадфуд. Блин, я узакаструю, астану, кареяна. Ну что, дорогие друзья, мы с вами двигаемся дальше. И в красный угол октагона приглашается Мухаммеддин Али Узбекистан. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. У вас стоит DimaTorzok. Следующий бой сегодняшнего турнира. Мухаммеддин Али из Узбекистана. Город Куласа. Двадцать шесть лет. Семьдесят килограмм ее, сто семьдесят три сантиметра. Мухаммеддин Али Узбекистан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дин Али ДimaTorzok 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 парень вот хоть боем эти куба честно говоря уже прям любопытно было бы посмотреть серийного бывания конечно не хочу ни в коем случае заранее там давать ему победу но просто что такой арсенал у него интересный разнообразный который мне кажется мы прям позволит далеко по сетке пройти но есть одно но вот собственно мы видим окровавленным лицом ухидина али горячие глаза несгибаемая воля который не собирается уступать ни в коем случае мать и кубу у тебя будет шанс идти дальше шанс развиваться но это именно правильный мир профессионального спорта итак у нас начался второй раунд подскользнулся али опять же мы видим что хайт бой ни в коем случае не бросается не пользуется этим моментом очень вот тоже молодец конечно абсолютно правильное поведение и так сейчас пытался сблизиться али алинара будет пытаться бороться провести опять удушку вот эту с гирикины очень неплохо он заскочил внутренний лоу справа справа пробил навстречу пытается пытается сейчас мы сидим конечно атаковать ему будет тяжело очень дышать со временем за носа разбитого он это прекрасно понимает поэтому время играет на хэйт боя больше в третий раунд в третий раунд заходить нельзя али он там буквально секунд 30 продвигается и все дальше ему но он станет просто тут не попрешь против того что ты носом дышать не можешь я такое наблюдал допустим там бою магомеда маликова с кеннигардером когда первым же ударом маликов вместо приема кеннигардер вместо пресса маленького сломал и это на весь ход боя сразу же сказалось это снова в нос вот еще раз боже ты мой как же это больно бой прям пробивает и пробивает туда и туда раз за разом потрясал своего оппонента мощным боковым на эти вот не знаю все это нокаут все на вот полотенце чуть-чуть чуть-чуть не успела надо было раньше когда вот зашатался уже махидин секундантка что должен был бросить полотенце да парень не сгибаемый но как это сила то солому ломит надо понимать это и уровень мать и кубова он прям очень крутой прямо в ударке в борьбе и было видно что он со всего добьется чуть чуть раньше нужно было бы останавливать хороший хороший крутой бой очень интересные бойцы один очень техничный второй очень волевой это вот прям агрю это вот у этих парней есть и шансы показать себя главное не заканчивайте просто тяжело не бросать интересно в ярком бою победа тяжело боец из узбекистана синий угол матьякова эвитбой поздравляем 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 матьякова благодарим мухидина али вот мой действительно классный там контраст на получающей паре когда ребята чуть переосторожничали здесь прямо не жалели друг друга не жалели себя расскажи нам вообще твои эмоции впечатления и что пошло не салам алейкум всем мне дает сила только аллах тоже тоже только аллах альхамду лилля все поражение победы без разца альхамду лилля альхамду лилля я поздравляю суши тоже молодец я думаю сделал выводы есть зачем будет работать отец альхамду лилля а еще с парней когда рыбал лилля способы она сша Спасибо всем. Спасибо за просмотр. Омар Болла. Итак, победитель Патрельба. Митамархов, ты знаешь, с Москвы кто приехал ко мне? Я? Блогер Искандар Македонский. Он же обозреватель. Он же обозреватель. Абонир. Саламу алейкум. Здравствуйте. Всем добрый вечер. Всем привет. Абонир. Абонир. Саламу алейкум. Абонир. Бояциняка Токёв Ахмар. Бояциняка Токёв Ахмар. Бояциняка Токёв Ахмар. Была в первую очередь. Бояциняка Токёв. Спортсмейнболу. И вообще четкий бой. Узимыздан Арцмагаму сэм слоуам сборды. И русский магазин Омад Тлиман. Бояциняка Токёв Ахмар. И в следующем году, Умитыхла мысли, что у всех телевизионных местах в Машинде Исланы, мы в первую очередь, Турканаму сэм 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 сэм. Абонир. Бояциняка Токёв Ахмар. Бояциняка Токёв. Бояциняка Токёв. Я вам больше рэпичкэнсанского фристайна. Трожка у себя без проблем. И кюзяли ми. Комыта, уякёвай. Комыта. И кюзяли ми, г рублей, Я предлагаю 250 тысяч, да, человек? За бой. Я готов. 250 тысяч. С кем? Ну, не знаю. Он блогер, конечно, с блогером. Ну и по аудитории тоже должен быть такой весомый. Лахман, скажи, как тебе? Музыка Сыгириоглы. Думалабла. Музыка 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 В этом турнире я услышал на самом деле в ютубе. Я должен был участвовать на первом туре, но, к сожалению, из-за своего плохого образа жизни я перестал заниматься спортом. И вновь меня промотивировали этот промоушен. Рустам Рахманов и все ребята организации захотел опять поучаствовать. Стараюсь, тренируюсь, очень хочу показать зрелищный бой. Очень красивый и интересный бой. Постараюсь сделать все возможное. Моя цель участвовать в этом промоушене для того, чтобы этот промоушен развивался, развивались другие бойцы. Мы развивались. Ребята получали хайп, деньги и тому подобное. Чтобы, естественно, промоушен будет развиваться. Будут благотворительности, помогать всем. Мои родители, у меня младший брат, чемпион Европы по тайскому боксу. Я спортсмен, отец у нас спортсмен. Собственно, поэтому они очень позитивно относятся. Очень хотят, чтобы я участвовал, чтобы на улице плохими вещами не занимался. И вот, хорошим человеком был. Про соперника. Парень с Ферганской долины 1998 года. Спокойный, уравновешенный. Ничего плохого сказать не могу. Остановившись, турнир покажется. Ассаламу алейкум, ребятам, братьям. Всем удачи. Давайте покажем красоту в Ютьюбе. Санкт-Петербург, Вахабжонов, Аброр, Россия, Санкт-Петербург. И в апреле 55 килограмм. И это бой весовой категории 85 килограмм. Красный угол у нас выходит Вахабжонов, Аброр, Россия, Санкт-Петербург. 21 год парню, 175 сантиметров роста. Готовится он к своему профессиональному дебюту в Асфер-Санкт-Петербург. Напоминаю, что 66 спортсменов, дорогие друзья, получили сегодня свой шанс показать себя, проявить себя. А в седневый год на год приглашает сильный соперник. Он представляет Узбекистан. Встречайте, Эркринов, Шахбаз! КОТКУГЛДА, Эркринов, Шахбов, Узбекистан, Фаралова, ДАН, 23,75 килограмм. КОТКУЛАМУСКИ! ПОНКУЛАМУСКИ! Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 баланс держит шахбос и заканчивается первый раунд потихоньку-потихоньку стал подбирать ключи к своему оппоненту посмотрим что еще есть в арсенале и одного и другого из бойцов что они еще не успели нам показать потихонечку движемся финалу сегодняшнего турнира дорогие друзья впереди еще у нас да но владимир балала предупреждаю что пара такой не прокатит очень опытный рефери на второй раунд тем временем ну что ж смотрим что будет изобретать шахбос изобретал лоу-кик с которым чуть не нарвался на встречный удар а вот это уже интереснее но не сумел пошатнуть оброра этим ударом старается сейчас найти свою ударную позицию проходит захват заваливает оппонента сейчас может выйти в маунт не дает прихватить пятку старается 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 нарушить поединок но стойка 30 секунд кончились правило есть правило дорогие друзья все для максимальной зрелищности динамики этого поединка почему почему лицом центр разворачиваться бай продолжается бой у нас второй раунд сил уже не так много как в первом нужно заряжаться для каждой атаки бойцам вот снова тратит их сейчас шахбос на удар в воздух оброра контролирует центр клетки понимая то что нельзя давать разгуляться своему оппоненту нельзя вот ему вот эти пируэты разные выбрасывать бойцовские как только получит возможность икринов он будет удивлять пошел вот так оброр проходит в ноги подхватывает очень четко своего оппонента переводит его в партер сразу же выходит на доминирующее положение пытается его удержать икринов снова стойку снова набираются сил для очередной атаки оба бойца все скиллоу который чуть не стал ударом в пах хороший бэкфисту дается ауророва начинает развивать свой успех но икринов удается устоять ударами своими он отогнал от себя оппонента и второй раунд он завершен мне кажется ему будет не следовало зацикливаться на этом ударе с разворота в голову во первых уже резкости то и нету он удар не маскирует не готовит его ничем он его просто выбрасывает получается что тратит кучу сил а бруже это прекрасно видит и находит и может как-нибудь наказать просто провалив соперника войдет в клинче завалит в очередной раз или пробьет тут все может быть потому что видно что тоже парень тактически выучил очень хорошо все понимает все читает начнется третий раунд абророва хабджонов против икриного шахбоза мне кажется шахбоз будет стоять на начало раунда все на вот эту атаку ну опять он ее тратит к сожалению на удар по воздуху понятно что он умеет делать эту вертушку но уже готов к ней аброров аброров сам покажет что может пробивать мощно сейчас вот на усталости может одна ошибка сыграть роковую роль с одним из бойцов начинает зажимать в углу своего противника аброр подхватывает ногу наносит хороший удар размен и перевод в партер удастся да удается аброру сейчас вот его игра идет на его поле выходит он в маунт отрывается и сейчас будет опять обрушивать носового оппонента удары а вот давай 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 просто просто суши его а вот я сейчас даже не комментирую вы сами слышите что советуют секунданты рисунок понятен тактика понятна но я старается ее придерживаться сечка сечка у нас появляется на лбу на лбу на лбу отдущи врач нет нет вы там не нормально посмотрим что скажет врач насколько там глубоко но пока что нашему врачу удается справляться со всеми сечками никого еще пока по травме по рассечению по кровотечению коих было уже немало за сегодняшний вечер пока никого не сняли и врач творит чудеса просто являясь одновременно и катманом и врачом восстанавливая людей после нокаутов и зашивая прямо на ходу заклеивая сечки большой молодец у нас сегодня врач я к сожалению имени не знаю того молодого человека но свое дело он знает прям круто итак у нас в завершающую стадию входит бой между хабжоном оброром и икрином шахбозом попробует ли кто-то сейчас принять принять финишный спор чтобы вырвать за явным преимуществом в бой или досрочно его финишировать своего оппонента большой вопрос вот вот попытался опять сделать эту закидуху с вертушки икринов опять попался как я и говорил что когда-нибудь вот его накажет оброк за вот этот размашистую вот эту технику без подготовки собственно так и получилось схватила в охапку завалил сейчас контролирует работает на баллы на активность получает преимущество на судейских записках соответственно тащит бой к своей победе шахбоз который так нестандартно и интересно начинал сейчас вымахался силы потратил и вынужден защищаться и снова у нас бой в стойке ну видно что уже устали конечно оба да расслабляться Аврора конечно нельзя призывает и к этому секунданшу он был собран потому что очень опаснейший босс любой удар может стать последним и вот он сейчас пытался опять в прыжке влете своего оппонента в результате просто ткнул рукой ну и все бой завершен но в результате получился очень качественный такой поединок в этом интересном зрелищному непростому бою который прошел всю дистанцию победа держал боя из красного пола Вахаджонова Аброр поздравляем Аброра Вахаджонова с победой и благодарим шахбоза икринова за хороший красивый интересный поединок а а Абро, я тебя поздравляю с уверенной победой. Расскажи вообще, как проходила твоя подготовка? Чего тебе это стоило? Что касается подготовки, то вы знаете меня. Подготовка очень плохой. Это братик помог, очень хороший ударник. В принципе, всем спасибо большое, соперник. Если честно, я смотрел его в инстаграме, хотел посмотреть, детюхи проанализировать, но он скрытый парень. Очень хороший физический сегодня, на самом деле. Поздравляю всех, всем удачи будущего. Молодец, большой бой. Мы тебя поздравляем. Мощный. Красавчик. Молодец, мощный бой. Нам понравился. Едем дальше? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Садыков Читает Садыков Усабек Садыков Узбекистана 25 лет 80 кг веса ДимаTorzok 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 Магомед Ахмедович Меня зовут Магомед Ахмед, мне 21 год, живу я в городе Каспийск, в Баями я начал заниматься где-то около 13 лет, по-моему, мне было. Я перешел, сначала ходил на дзюдо, потом я перешел на борьбу и Баями начал заниматься около 13 лет. Я занимался долгое время, честно сказать, проигрывал, проигрывал, но пошло и собираюсь до конца разомнуть. 13 лет, можно сказать, я выступаю где-то с 6 лет, а именно по ММА где-то с 13-14 лет я уже занимаюсь, выступаю. А готовка прошла нормально, но чуть-чуть с трудностями, но нормально. Вес особо не гонял, я всегда чуть с недовесцем дерусь. Это моя фишка такая, на 100% готов. Честно сказать, не знаю, вообще не знаю. Я же уже дрался на соревнованиях, и там соперников ты не выбираешь. Ну, мне особо без разницы, честно сказать. По ходу боя разберемся. Если будет боксер, будем бороться, если будет борец, будем бить. Самые большие, по-моему, какие есть. Ну, я, Россию надо выиграть по всей ММА и МИР. Постараться надо в этом году выиграть и потом уже перейти в профи. Такую организацию пока не знаю точно, но будем решать. Спасибо Александру Николаевичу и клубу Фитцепс за поддержку. Продолжение следует... По соперникам МОСАБЕКа станет Ахмед Магомедов из России, города Каспийска. 21 год этому спортсмену, вес также 80 килограмм, рост 87 сантиметров. Но мы сегодня уже неоднократно видели, на что способны бойцы из его команды. Думаю, что Магомедов Ахмед не менее техничен, чем его фарадники. Магомедов Ахмед не менее техничен, чем его фарадники. Итак, Магомедов заходит в клетку. Готов, он заряжен. Возраст 25 метров. Вес 80 килограмм, рост 175 сантиметров. Это его дебют. А справа от меня поезд из синего угла из России, представляющий город Каспийска. Возраст 21 год, вес 80 килограмм, рост 177 сантиметров. Это его дебют. Он представляет команду «Орлов Тим» и тренируется под руководством тренера «Юнуса» Магомедов Ахмед. Легерный в октагоне Владимир Павлов. Бойцы на середину. Пожали руки. Внимательно слушаем. Моя команда права не нарушает. Головой и локтем в голову не бьем. В затылок, в позвоночник, в пах не бьем. Соседки перчатки шорта не хватает. В партере 30 секунд можно работать. В партере работает голову только руками. Покажите костюм. Покажите костюм. Итак, ну что ж, оба зарежены на хороший бой. Мусабек Сидиков, Узбекистан против Ахмеда Магомедова, Россия. И начинается этот поединок. Проверяет фронткиком защиту оппонента Ахмед. Не торопись, Ахмед. Не торопись. Вот так, впереди. Вот. Ука. Еще одна попытка фронткика. Хороший учет. Какой удар в сереглоба Кейтоса. Еще один пайки мощный. Адохнило. Жарко ляр. Вот так, затушил. Нет. Пошло. Фирменная удуша еще. Тут уже вопрос. Все, сдается. 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 Прямо мы видели, вот какая вот эта фирменная удушка команды. Из Каспийска Магомед Ахмедов был так же стремителен, как и Арсен Якубов. Стоит только попасть кому-то в этот захват. Остается только сбаваться. Поздравляем Магомед Ахмедов. Ахмед Магомедов, Орлов Тим. Еще один победитель из этой очень интересной команды. Мусабель, иди сюда. Я думал, что у них очень большое будущее. Шерлотону все равно молодец. Расскажи вообще, как готовился, какой был план на бой. Ты не расстраивайся. Как говорится, нет побед без порождения. Еще покажешься. Ахмед, ну, что могу сказать? Поздравляю. Расскажи. Здравствуйте. Меня зовут Ахмед. Родился я в городе Каспийск. Мамуля, эта победа тебе посвящается, родная. Я знаю, что ты переживаешь. Но все будет, иншаллах, обязательно. Всем братьям, всем братьям моим спасибо большое. Огромное спасибо, кто поддерживает, с кем я работаю всегда. Я на вас набираю, ладский. Шама, Амиро, Мичило, Жанузан, старшие братья. Юз, Кабус, всем ассалам алейкум. А так... Ха-ха-ха, да я так вечер не говорю. Знаешь, что я хочу сказать. Кто здесь есть, первый номер на 75-74. За поезд, вообще без разницы. Я выиграю его и заберу его. А вот мой друг на 65 железно. Это его первый бой был просто. А так он боксер в мастер-спорте. Не подготовился чуть-чуть. Друзья, как понимаешь, ты сейчас вызываешь кого-то на бой. На каком весе? 75-74, 77-80. А что было? 77. Понимаешь, что ждать? 74. Давай 73, договоримся. На следующий турнир. 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 Готов. Таём сейчас. Точно? Ха-ха-ха. Давай. Давай. Песня, песня, песня. А так, кто не спонсор? Честно сказать, нормальный нахоут, по-моему... Нормальный нахоут, по-моему... На 73. На следующий турнир. На следующий турнир. Да. Рустам, да. О, здравствуйте, здравствуйте. Почетные гости. Да. Рустам, кстати, я бы заметил, что у нас тут есть один непочетный гость, очень уважаемый гость. Я бы сказал с большой буквы. Это не просто гость, это, я тебе скажу, это мой кумир. А ну. Да. Это голос ММА. Лучший, по-моему, еще этого, реконосер Загорский Александр. И мы хотели бы вас пригласить в этот округ. Пожалуйста. Таня, он идет, блядь. ПЕСНЯ 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 Приветствуем вас на нашем турнире. Очень рады, очень рады. Салом алейкум. Как можно сказать, «Битва Львов». «Битва Львов». Друзья мои, я впервые слышал об этом проекте. И для меня большая честь присутствовать здесь в качестве гостя. «Битва Львов». Этим все сказано, действительно. В «Октагон» выходят настоящие люди, чтобы в бескомпромиссных поединках с такими же подготовленными соперниками доказать свое право называться лучшим лином. Просветание и успехи вашего пророженного. И, конечно же, бойцам обойтись без травм и показать замечательные поединки. Потому что все, что происходит здесь в «Октагоне» — это все для вас, уважаемые зрители, телезрители, все для публики. Спасибо и успех вашему пророжению. И вам спасибо за то, что посетили нас и поздравили. Большое спасибо. Спасибо. Близкий поклов. В этом году согласие! Голос Эмману. А, конечно. Слово мочмейки на Александру Баркову. Кстати, у Лаврова сегодня все бойцы хорошо выступили. Красавчик, хороший тренер и хороший матчмейкер. А наш менеджер. Спасибо. Всем привет. Я хочу кое-что сказать. 30 января будет биться наш друг от «Отулай». Это брат Файзулы. Я хочу лично от себя, от всей команды, капитан Тим, от всех. Те, кто его знают, все, кто поддерживает. Только победу ему. Потому что у него соперник очень серьезный. В данный момент очень серьезный. Это будет очень серьезное противостояние для него. Я желаю только победы, брат. Только газ вперед. Красавчик. Вы счастливы, поздравили. Кстати, об этом бойце я был свидетелем, когда он только начинал карьеру. Когда он дебютировал, выступал. Очень достойный бойец. Ты про «Отулу» говоришь? Да. Конечно, серьезный парень. Очень серьезный. Так что обязательно наблюдайте за ним и поддерживайте. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok. Субтитры создавал 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 DimaTorzok. Живахер пытается увернуться, но тут буквально прям мощью своей Гулдашев его вот так прессингует. Не отпускает он его из партера. Напомню, что 30 секунд. Да, и вот они кончились. Бой опять переходит в стойку. Очень такой быстрый бой получается у нас. По скорости. Ну вот ошибся сейчас, конечно же, Вахер с этим размашистым свой атакует размашистый. Попадает он поджидающие объятия Гулдашева. И тот начинает его опять прессинговать, крепить коленями. Еще один удар. Очень жестко прессингует своего оппонента сейчас Умиджон. Еще один удар коленом, но удается Живахеру вырваться. Мощный фронт, гиг он отвешивает, но подхватывает его Умиджон. Опять заваливает партер, но на этот раз Живахеру Кадержанову удается свипануть. И сейчас он сверху оказывается. На Паншу 30 секунд у нас. Поднимает Владимир Балалав в стойку оппонентов. Ушуров печень пытался побить Живахер. Подхватывает его сейчас Умиджон. Опять вталкивает буквально. Пытается его через сетку выдавить. Наносит хороший удар. Хороший апперкот. Но Живахер не выглядит потрясенным. Еще один апперкот. Пытается он бросить своего противника. Снова подключает удары коленями. Клинчуют сейчас оба бойца. Но вот пытается постоянно Умиджон своего оппонента напрягать, нагружать. Давить где-то, поддавливать. Но первый раунд у нас завершается. 33 боя. 66 бойцов сегодня вышли в октагон. 150 было на кастинге. Несколько сотен заявок. И вот шанс, дорогие друзья, вам предоставляется. Благодаря Рустаму Рахманову, Нажмедину Хаджаеву, Александру Метаморфозе. И всем, кто работал над проектом «Львиная битва». Десятка в секунд на отдых дополнительный благодаря этому. Бойцы надеются, что это пойдет он только на пользу. И на пользу зрелищности данного боя. Попытка хайткека сейчас была от Живахера. Но Умиджон снова его клинчует. И начинает пробивать на короткой дистанции. Удается Живахеру вырваться. Но Умиджон как-то упорно идет в борьбу. Посечка-то хорошая. А нет, молодец. Сумел все-таки занять позицию сверху, казалось бы. Но все-таки Кулдашев вывернулся. И сам вышел в доминирующую ситуацию. К активности призывает обоих бойцов Владимира Балала. Не даст он им залежаться. Ну и правилам, опять же, нашего турнира. Отлеживаться явно не предусмотрено. Все? Отказ от боя? Да. Умиджон Кулдашев одерживает победу. Становится победителем в этом непростом поединке. И на этом завершается второй отборочный этап Львиной битвы. Дорогие друзья, очень был крутой турнир. 66 бойцов, напомню, вышли сегодня в октагон. Получили свое право показать себя, заявить о себе. Ввиду отказа победа присуждается бойцу из Красного Пала. Кулдашев! Умиджон! Ну а мы, дорогие друзья, будем потихоньку прощаться с вами. Ждем вас на третьем отборочном этапе. Рустам Рахмонов, Нажмедин Хаджаев, Александр Метаморфоза и вся команда Львиной битвы проделала огромную работу. Перед нас ждет еще много ярких боев. Всего вам доброго, дорогие друзья. И будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Ну что, Миржун, я тебя поздравляю с уверенной победой. Я думаю, что тебе есть что сказать, есть кого поблагодарить. Эта заслуга, я думаю, не только твоя, но и твоим тренером. Всем слава алейкум. Альхамдуллах. Всем спасибо, кто за меня болел. Спасибо моим командам. Максиму Штим, вперед! И спасибо моим братам Айзака. Максим Ака. Спасибо. И хочу сказать спасибо моему тренеру из Аликстана. Сейчас, я думаю, он смотрит, ждет мои результаты. Сахангир Карабаев. Спасибо. И Луамаке Умару тоже спасибо. И хочу сказать спасибо своим родителям за то, что они мне верят. Альхамдуллах. Спасибо. Спасибо. Поздравляем еще раз. Макс. Сахангир. Я думаю, что, альхамдуллах. Ольга. Макс. Сахангир. Макс. Сахангир. И. 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 в в стране спортсмены Доброе утро! Но мы все вместе с другом. Какие были соперники, мы всех победим. Самое главное, готовиться упорно и верить себе. Красавчик! Горщик, но спортсмены. Мы должны выходить, и мы должны быть хорошим. Мы должны быть хорошим. Мы должны быть хорошим. Мы должны быть хорошим турниром. Мы должны быть хорошим турниром. На этом турнире,inklev, possa вас, ваша, бюксу, файзан, виtre, нудраке, англ, гурштово, кастай, рапорта! Благодарю! Благодарю! Рахмад! И еще забыл сказать спасибо. Нажминск, о дураке все от души. Спасибо!